Музыка Да, в 2010-м состоялось долгожданное возвращение Формулы 1 на мониторы наших компьютеров. Да, игра получила высокие баллы от критиков и гору признаний в любви от пользователей. Казалось бы, уж теперь разработчики начнут вкладывать в проект серьезные деньги и начнут активно его оттачивать. Но этого не произошло, и все ограничилось небольшим количеством нововведений. О них мы и расскажем в видеообзоре F1 2011 на Playground.ru. Суть игры не изменилась. Мы выбираем себе одну из команд аутсайдеров и начинаем строить карьеру. Чемпионат за чемпионатом, гонка за гонкой мы должны доказать делом, что достойны большего. Показываем приличные результаты, получаем приглашение от более титулованных команд и медленно продвигаемся к заветной мечте – первому месту в сезоне. Над достижением этой цели бьется целый штат профессионалов. Конструкторы постоянно думают, как усовершенствовать наш болид. Техники пытаются сократить время питьстопов. Но и мы не стоим в стороне. В зависимости от погодных условий и манеры езды выбираем тип шин для нашего болида, регулируем угол атаки антикрыла, жесткость подвески, настройку коробки передач. Занимаемся балансировкой машины и работой двигателя. В общем, являемся мастерами на все руки. Как и предыдущая часть, новинка будет интересна как любителям симуляторов, так и обычным смертным, которые просто хотят покататься на крутых болидах. Настройкам подвергается буквально все. Те, кто любят, чтобы все было серьезно, будут ездить полные гонки. А если вы просто решили посмотреть на знаменитые трассы, то можете выбрать хоть один, хоть десять кругов. Это придает проекту динамичность, не ставит перед пользователем жестких условий. Правда, по сравнению с предыдущей частью и здесь все осталось на своих местах. А вот если рассматривать изменения, произошедшие за год, то их наберется совсем немного. Так, в игре появились две системы, которые, как считает наш эксперт по гонкам, станут заметны исключительно фанатам жанра и любителям полной симуляции. Керц – это система рекуперации кинетической энергии. Другими словами, батарейка, которая подзаряжается во время торможения. В последующем она позволяет заметно ускориться а-ля закись азота. Диэрес – это система контроля заднего антикрыла, позволяющая уменьшать действующую на болид прижимную силу и существенно повышать его скорость на прямых, что дает преимущество при совершении обгона. В общем, в этом все может разобраться только профессионал. Большинство обычных игроков лишь почувствуют, что болид начал вести себя на трассе несколько по-другому, если сравнивать с тем, что было в оригинале. Еще одним важным нововведением стал тот факт, что в этом сезоне у Формулы-1 сменился поставщик шин. Кодмастер спедантично подошла к этому вопросу. Были перерисованы текстуры шин, также изменилось и их поведение на трассе. Так, мягкий комплект стирается на трассе довольно быстро, зато позволяет передвигаться раскованнее. А вот жесткий комплект держит трассу хуже, зато служит дольше. Последним же важным нововведением стала смена времени суток на одной из трасс. Конечно, мелочь, но приятно. А вот с чем разработчики так и не смогли справиться, так это, скажем так, некоторыми раздражающими особенностями местного искусственного интеллекта. Так, ваши оппоненты во время гонки либо излишне перекрещивают траекторию, причем с нарушением правил, либо вообще не реагируют и никак не защищают свою позицию. Правда, великий разум их за это никак не штрафует. Стоит же нам заняться чем-то подобным, как штрафные секунды тут же посыплются словно из рога изобилия. Заметны проколы и на пидстопе, когда инженер намеренно держит вас в боксах, пропуская всех выезжающих. А таких порой бывает десяток, так что потеря позиций неминуема. Вот над этим бы поработать разработчиком, но, видимо, придется ждать еще один год. У F1 2011 есть ровно одна проблема. Существование в природе предыдущей части. Если бы это была первой частью возрожденного сериала, то и оценка была бы значительно выше. А так, диагноз исключительно для фанатов. Если у вас есть предыдущая игра, то тратить деньги на новинку точно не стоит. Ну, а если так случилось, что с Формулой 1 вы пока не знакомы, то F1 2011 дает шанс наверстать упущенное. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры подогнал «Симон»!